Доброго времени суток! В прошлом видео я рассказывала подробно прохождение данжа призванной армии. Здесь же я хочу немного рассказать про квесты лидеров. Сразу пару советов, основанных уже на своем опыте, так как я прошла уже почти все ветки квестов. Не берите все квесты сразу, выберите одного-двух, в противном случае вы запутаетесь и потеряете линии квестов. Квесты проходятся как в инстансе, так и на материках игры. Поэтому, если вы не успели что-то сделать внутри инстанса и задание оказалось проваленным, это не конец света. Просто отмените задание в журнале, и когда пойдете снова в данж, вы сможете опять взять задание у того же НПЦ, которого брали его в прошлый раз. Почистите журнал задания, снимите галочки с тех заданий, которые пока не планируете проходить. Отмените ненужные задания. Уберите метки со старых заданий, чтобы при прохождении вашим новым квестам уже автоматически назначалась метка на карте. Это упростит вам прохождение, особенно если требуется найти НПЦ в области. Читайте описание квеста. Если написано, что данный квест проходится в последнем рубеже, значит идете в инстанс. Если задание находится где-то на материках, то будет активна кнопка карта. Также будет указано место прохождения, например, найти кого-то в порту Аргента в Долгой Косе. Вам придется побегать и по восточному материку, и по западному. Вы всегда можете прыгнуть в дом региональной общины любой локации. Даже если у дома региональной общины есть стража, вы встанете на Нуи и дальше дойдете в инвизи и огородами до нужного места. Для прохождения цепочки заданий в инстансе требуется часто призывать именно того героя, цепочку которого вы выполняете. НПЦ не будут разговаривать и продолжать диалоги, пока нужный герой не окажется рядом с вами. В журнале заданий пишется, требуется ли призыв героя для прохождения заданий. Есть пара мест, которые вызвали у меня трудности. При прохождении за Курташа, при попытке вызвать героя писалось, что я не могу вызвать Курташа, пока не пройду квест. Не сразу поняла, что случилось и где я потеряла цепочку квестов. Но все просто. При прохождении квестов наш Куртаж просто присел, а мы продолжили путь дальше. Где мы его оставили, там Куртаж и остался ждать. Подойдите в данное место на карте, и вы увидите там сидящего героя. Подождите минуту, и появится квест от Курташа. Также игроки отмечают, что можно прописать команду сесть. При прохождении квестов за Курташа требуется собрать 8 душ. Не обязательно собирать все за один раз. При сборе души появляются у вас в инвентаре, и сбор можно продолжить в следующие разы. При прохождении квестов за Сенатора Беллиона требуется убить Эона. Эон не особо сильно дамажит, но и пробивается долго. У вас может не хватить времени, поэтому собирайте Айрмию побольше и валите его. Проходя за Эльтерой, надо потрогать флаг недалеко от Гилдорона. Флаги можно потрогать и после окончания времени. Вообще, после окончания времени дается еще пару минут на сбор наград и окончание квестов, где требуется с кем-то побеседовать. Ссылку на базу с квестами я оставлю в описании под видео, чтобы вам было проще найти нужный вам квест и понять, что вам требуется. По квестам от Мэриан требуется сломать Око в данже. Закончить квест на уничтожение Око можно будет после окончания времени, когда все враги пропадут. Главное успеть по времени. В целом, все можно подвести в виде короткого итога. Если вы не успели закончить квест в инстансе, ничего страшного. Отменяйте его и заново берите квест в следующий раз. Провал не ведет к полному фейлу цепочки квестов, а только к очередной попытке его выполнить. Пока что у меня вот такие замечания и советы по прохождению квестов. Если вы столкнулись с какой-то трудностью, то либо поищите по ссылкам нужный квест, либо задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание и до новых встреч!